Белышев Николай Сергеевич родился в августе 1946 года во Владимире. В 1973 году окончил архитектурный институт и по 1986 год работал дизайнером-архитектором на Ново-Воронежской атомной электростанции в учебно-тренировочном центре. Николай – нон-конформист и занимается концептуальным искусством. Работая в направлении такой живописи, он старается вовлечь зрителя в диалог и своими работами хочет не только выразить свой внутренний мир, но и в первую очередь донести их до публики. По мнению автора, идея картины может реализоваться только с помощью чувственных ощущений и эмоций, которые у каждого человека индивидуальны. Творческий акт для художника подобен энергетическому, в котором ослабляется рациональная структура. Она стирает различия между предметами и делает переходы их форм взаимными. Отсюда и появляется влечение к метаморфозам. Во время учебы в институте Николай находился под влиянием гения живописи Поля Агюста Сезанна. Именно внутренняя дисциплина Сезанна и дала пример кропотливого анализа и синтеза переработки мотивов произведения. Научила доводить работу до степени нераспадающейся. С 1987 года автор работает с коллекционером Борисом Берковичем. Участвует в выставках в Швеции, город Арибро, школы искусств. В Швейцарии, город Берн, галерея Марк и Борис. В Голландии, город Неймиген, частная галерея Трус, Флэдерман. В США, город Даллас, галерея планете любви. В России, город Москва, центральный дом художников. С 1996 года путешествует в Израиль, работая над пейзажами Средиземноморья и архитектурой городов страны. Создает серию работы, участвует в выставках в Ново-Воронеже, в уставочном зале Дворца культуры, в Воронеже, в творческой мастерской Яновского, в Израиле, в городе Яфа. В своих концептуальных работах автор стремится к совпадению времени и пространства на духовном уровне. Главная идея состоит в том, что творчество и исследования творчества являются единым, неделимым процессом. Интуиция – главный источник вдохновения Николая Белышева, а квинтэссенция всех работ – вечная проблема соотношения между миром людей и миром ощущений. Панорама Ново-Воронежа и Дон делают такую петлю, и получается с водой водохранилища, вода Дона, образнуют иллюзию острова. Переправа написана работа. В 1995 году сосредними аллами берега, видны манорамы города, потом видно РАЭС, шестой территорий еще не кроется, и вот Миловые горы. Первый план, два, как говорится, там еще пакетики. Вот и я считаю, это историческое плотно, которое у нас присутствует на этого республика. Гора, Миловая, обвал Дон. Это моя Сент-Виктуар. Я часто пишу, как слева, я справился с самым городом. Что касается изображений здесь часов, я сам придумал, потому что по рельефу она просто должна там быть. Вот вкратце, что можно об этом сказать. На институте показаны работы, которые я писал с натурой, этюды Израиля. Город Акка, порт, в крестоносце принимали участие в строительстве, как форхостом. Это Цфат, город художников, Битня, гору Тавор. Это, значит, Галилея, север Израиля, пастель Динанат и аквариуми. Единственная пресная вода. Это город Мадии, один из центральных городов современнейших в Израиле. Можно пройти дальше, посмотреть. Тема Израиля, продолжая работать с натюдами, вот слитовое дырканере, другой вид. Это, что касается Лидзиноморья, это место называется Палмахилм. Вот остатки и развалин, крестоносцы строили так же, это рифы, входящие в море. Ну и типичный пейзаж, значит, холмы, осомножение камней. Это арабское поселение. Вообще, надо сказать, 40 градусов, жара в тени, работать тяжело, но такая природа, одно удовольствие, другого не скажешь. Да, и вот, значит, можно дальше пройти. Эта работа сделана на даче, дачный натюрморт, значит, любимые предметы, самовар, вишня, мой цветок ромашка, который я буду постоянно писать. И вот настроение осталось на полотне, время ушло, хоть написано в нулевых годах, было когда-то такой период. Это, опять же, дон, мое любимое место, обвал, но освещение здесь, видите, сделано на художника, и как раз в лучах солнца, которые падают среди листву. Вот эта трава со всеми ее поворотами, камешки, которые здесь лежат, веточки, как драгоценности сверкают. Вот я хотел передать это настроение. Вот обратите внимание, сфумата за счет освещения растворяет в солнечных, а здесь вот яркий луч высвечивает акцент на этом берегу, получается. изображение интерьера, где сама не продемонстрирована Голгофа, в данном месте находится отверстие в серебряной звезде, и там внутри находится на уровне 40-50 сантиметров камень, на котором стоял крест. При все необычности и таинственности этого места, торжественности, вот 17 конфессий представлены всевозможными лампадами, тут говорить на эту тему можно бесконечно, но это нужно специалисту и на эту тему рассказывать. Но меня как художник это просто покорило это невозможность, и я преклоняюсь на этом, других слов не скажешь. Когда находишься в Израиле, на земле обетованной, одна тема всегда давит, присутствует, главная, это тема работы, да, когда работаешь над пейзажами, или архитектурой, это тема Христа, и вот мне пришла работа, я ее сделал, называется «Бегство в пустыне», горячий ветер Хамсин, нет лишних деталей, в море езжит моего маленького ребенка, Христа, и Иосиф идет по пустыне, и они бегут в Египет, и работа называется «Бегство». Эта работа у меня, я когда был в храме Рога Господня, кувуклей, внутри сам камень, на котором жил Христос, эта работа сделана по фотографии, конечно, под воздействием впечатлений, которое там родилось, и не сделать эту работу было просто невозможно. Храм Гроба Господня в старом городе Иерусалиме писал с натуры, даже познакомился с хранителем ключей, он мне очень много об этом рассказал. Великолепное сочетание времен, разные эпохи люди достраивали, перестраивали, светлый камень, солнце растворяющий окружение, и сама тема, все это настолько увлекает и подавляет, что просто пишешь, пишешь, пишешь. Хочу сразу одновременно сказать, что храм Гроба Господня в Иерусалиме и у нас храм Гроба Спасителя в новом армии. Здесь типичный провинциальный пейзаж наших храм в сельском построен среди сельских домов. Он как бы развивается ситуация, но само настроение и дух я старался сохранить. это территория уже Палестина. Врата смирения базилики Рождества в пещере родился Христос, появился и было паломничество и на месте, где была эта пещера построена эта базилика. Были всевозможные времена и арабы захватывали это место. И вот в данном случае, когда были можно проследить арка построена христианами и когда была власть арабов, они заезжали на лошадях прямо в храм и христиане выложили так, чтобы вынуждены были сходить с коня и заходить пешими в храм. Вот такая работа с рельефом камней. Я старался передать их столетние состояния, времена повлияли на весь этот внешний вид. И можно посмотреть на рельеф и старался, чтобы это почувствовал зритель. Вот, приблизительно так. Да, и вот я так думаю, что в следующих работах тоже можно будет посмотреть эту тему. а вот эта работа невозможно пройти, потому что это древняя олива. В Гефсиманс саду гид говорил, что это олива с времен Христа. Он мог ее видеть. При помощи цвета формы я пытался передать древность ее. Что интересно, вот при всей карьерности многовековой формировании формы оливы маленькие, молодые росточки появляются. Это, надо сказать, очень трогает и интересно находится. Импорт замещения это одна из последних моих работ. Она отражает сегодняшнюю ситуацию. Лучше дальше я комментировать не буду. Расскажу, как я ее делал. Купил топорища в магазине на 60 рублей и прикрепил жесткий диск. И в результате возродилась такая работа. Малевич 100 лет уже в этом году. Я вас поздравляю со столетием образования, выдумкой Малевича, изобретением черного квадрата и рождением супрематизма. Есть такая опера Крученых, Малевич сделал декорацию и опера называется Победа над солнцем. Там смысл в том, что авангардисты солнце заменяют квадратом черным. вот я здесь изобразил на это работа посвящена этой теме, то есть называется она солнечное затмение. Солнце заменяется квадратом. И в результате мы можем посмотреть на эту работу. как по работам импорт замещения и затмения вы поняли и глядя на эту работу можно понять, что я работаю в манере и течении концептуализма. В данном случае использую разные материалы металла, стекло. Я пытался передать тут написано Уран-235, что без радиации нам никак не обойтись, которая присутствует везде. Вот я пытался передать таким путем эту идею. Работа посвящена аварии на Чернобыльской АЭС. Четвертый блок при помощи конструктивизма в данном приемов. В данной работе я показываю масса людей проходит сквозь блок, что говорит о многом. А именно была авария и она отобразилась на людях и она продолжается практически. Период полураспада называется. Саркофаг и его внутреннее содержание через определенный клапан выбрасывает атмосферу, земля. Это Чернобыльцы знают, что это символ рыжего леса. Период полураспада работа называется не случайно, потому что то, что там внутри много всевозможных элементов. В данном случае идет об Уране 235-м. И вот период полураспада 700 миллионов лет. Я вот так показал при помощи этого движения в атмосферу состояние, в котором находится саркофаг, мы и земля. Чернобыль, ликвидаторы, 1986 год. Люди разгребают графит радиоактивный. Я его так изображаю лопатами сестозащитными минимальными у людей, и в результате они сами превращаются в те формы, с которыми они работают, разгребая лопатой площадку на блоке АЭС Чернобыль. Что можно сказать про эту работу? Она называется справка. Эта работа говорит о том, что с 25 на 3 87 года по 25 на 2 88 года 11 месяцев я находился в Чернобыле и участвовал в проектировании и уже реализации проекта Славутича как архитектор и отображено мои любимые музеи Кушкина храмы моего любимого капитей ионической ну и конечно самолок все это сделано в зарисовке сделано карандашом и я все это вместе совместил как бы она у меня эта работа программная отчетная получается мой любимый построение реализоватого сечения с этой работы можно начинать осмотр об этой работе хочу сказать особенно потому что она у меня является одной из главных я ее написал в 87 году это повтор работа находится в Далласе в галерее планеты любви это такая международная планета чем она интересна эта галерея там каждый художник имеет свою планету и живет на ней там со своими работами и хозяйка галереи она рассчитала у каждой планеты свою орбиту и какие планеты соприкасаются приближаются в это время она этих художников вызывает и их работы выставляет вот суть этой галереи и моя работа там попала и опять же здесь я использую черные квадраты малейшие все это символично и мне кажется работа в этом плане учитывая время которое прошло все-таки удалось данная работа называется человеческий фактор я взял картину малевича крестьянина рубит бревна обрабатывает плотник но у меня его круглые бревна у меня превратились в твэл видите кассеты шестеред возьми граню работа называется человеческий фактор в результате его работы человека вылетает альфа бета гамма потому что без человеческого фактора ничего на свете не происходит и как хорошее так и плохое автопортрет на меди калаш использую это средство для того чтобы передать свое отношение к ситуации и в каком я состоянии сам нахожусь глаза заклеены рот заклеен и внутреннее содержание то что приблизительно находится внутри саркофага так можно сказать работа называется чернобыльский синдром две среды в атмосферу и треугольник говорит о том что ситуация продолжается и влияет но что интересно это я ее когда-то это повтор 15-й год в 80-м году по-моему в 89-м вот так победителя 90-е получается я ее продал и сейчас бывший хозяин ее выставляет куплю картину продает суммы расходятся очень сильно со временем но работа действительно она популярна ну вот вот эта работа радиация называется она это триптик задуман здесь изображено животное носорогу утыканые датчиками свинцовая у него оболочка ноги связаны всевозможные контроли измерители приборы человек контролирует радиацию но образ у меня радиации в чем заключается что если это животное чуть-чуть двигается то все эти датчики которые на нем находятся разлетятся в разные стороны так что радиация это радиация работа сделана в технике ассамбляж с использованием дизайна радиометалей часов ну и фон является жим идея такова радиоактивная зима на земном шаре люди с собой уже за власть не борются потому что их нет и только остались роботы между собой воюют сложные модификации последние побеждают предыдущего робота кстати эта работа сделана в 80-х 90-х годах она сделана еще до того как начали показывать Звездные войны вот ситуация отображена так что ведите себя хорошо на земле господа эта работа называется гравитация я ее так назвал техника ассамбляж я использую дизайн часов рельеф тут у меня патроны выстреленные вот сердечники пуль и с острова с озера Канерет это делают зороги ракушки это с Красного моря это с Дона это с Средиземного средиземного мугля идея здесь какова называется гравитация то есть пули часы народ ее назвал время-деньги эту работу я сопротивляться не стал и как бы связь времени получается вот этот маленький кусочек золотого желтого цвета я изобразил кусочек золота делец время деньги у каждого есть свое своя гравитация свое притяжение в данном случае вот здесь я отобразил у кого деньги у кого другая жизнь и работа заставила меня размышлять но я надеюсь что и зритель тоже размышляет атомной энергетики образ даешь аэс аэс 2200 мегаватт нового воронежа ну я ее как образ и подельницу господина кириенко они вместе с ней бабки зарабатывают и устроят по всему земному шару атомной электростанции здесь зрители можно подойти посмотреть покрутить распад чиновники как выглядят люди выжиска самого ЧАЭС да вот стадия как выглядела после аварии в ЩИУ вот ребята в галстук в ЩИНЯ заседали думают сразу рассказывать или же подождали вот она немножко знаменитая да кстати вот сосна о которой я говорю это символы рыжего леса это Черновец точно знает что это такое вот я сделал такую композицию они подошли посмотрели кто не знает он не знает а кто был вспомнит а и а сказать, что Николай Сергеевич, он сам ликвидатор, давали на ЧАЭС. Ему все вот это знакомое. Вот все, что он показал нам сегодня, все это двойные лучи писания. Спасибо, что все пришли. Спасибо, что хорошо, даже желательно настроены. И мне хочется сказать славу и благодарность для директору, который Игорь Михайлович, который мне поздно его. Пусть будет все хорошо. Спасибо, что и всем людям, которые тоже и знакомы. Всем желаю удачи, здоровья и всего доброго. Спасибо. Остальные силы. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»